Более 7 миллионов рублей на ремонт этой кровли, потому что она протекала, ей уже там 100 лет с бородой. Губернатор выделил это финансирование и теперь, я надеюсь, это будет начало всех тех работ, которые будут продолжены. Почему? Потому что мы не лезли вовнутрь, потому что что бы мы внутри не сделали, все равно бы это все протекало, весь ремонт был бы насмажен. Теперь, если мы сейчас посмотрим после снега, после дождей серьезных, если все нормально у нас, крыша качественная, я надеюсь, что она на самом деле качественная теперь, то тогда мы сделаем определенную программу, будем искать возможности, находить источники, чтобы начинать делать ремонт внутри. Потому что там надо очень много всего сделать. Это и всю электрику заменить, полы заменить, косметический ремонт сделать. Ну многое-многое, то есть здание полностью надо приводить в порядок. Параллельно этому мы ведем переговоры с Российской Федерацией, так как это здание собственности Российской Федерации, даже не региональная, по передаче собственности этого здания к нам. То ли в городской бюджет, то ли в районный, не имеет значения. А что за фирма? Я делал крышу. Фирма «Прогресс», по-моему, да. «Прогресс», это наша фирма, да? Наша кингисепска фирма «Прогресс», да. Ребята взялись без предоплаты, без всяких проволочек, как только было подписано распоряжение губернатором о выделении. Но потом шла процедура, еще там около 10 дней, пока деньги к нам пришли, ребята взялись и уже развернулись. Деньги пришли уже в тот период, когда полкрыши они уже сняли старые. Речь идет о капитальном ремонте полностью. Да, там не только замена стропил шла же, там очень большая работа. А по-моему крыши ратуши тоже наделали, да? Ратуши нет. Нет, ратуши нет. Они наделали. Они наделали. Да, обрали салонки. И каким образом сегодня ленточку будем где перерезать? На четвертый. Только вместе. Я не знаю, придем и увидим, наверное, как они там распорядятся, где будем. Резать ленточки. А кто-то может примерно занять времени вот на передаче из Федеральных? Вы знаете, я уже 6 лет работаю в Кингисепском районе, 3 года в городе, 2 в районе. И 6 лет этот вопрос бородой тянется. То есть настолько тяжело работать в бюрократию. Невозможно просто. Каких только писем, обращений. Какие только органы мы написали и просили поддержку правительства в городской области. И сами писали в Москву. Сейчас салон прошла переписка в обратную сторону. То есть они уже реагируют на эти вещи, запрашивают у нас дополнительную информацию. Поэтому, наверное, это все сдвинется. И, конечно, это даст возможность нам привлекать бюджетное финансирование туда. Сейчас очень сложно. Собственность не оформлена. Виктор Иванович, тогда в связи с бюджетным финансированием муниципального имущества, насколько я знаю, ЦРБ у нас не ГУС, а МБУЗ. То есть все-таки это муниципальное еще. Пока еще учреждение на несколько месяцев. Мы будем открывать там что-нибудь после ремонтов? А то столько говорили, столько ездили, смотрели, как там ремонтируют, а ленточки перерезать. Когда в итоге-то будем подводить больших ремонтов в больнице? Так, я думаю, что там тоже между нами говорили всевозможные доделки.